Политические танцы на костях жертв волынской резни. Иначе церемонию Дуды и Зеленского в Луцке сложно назвать. Постановочная скорбь в угоду нынешней конъюнктуре. Они оба понимают абсурдность происходящего. Никакого осуждения убийц со стороны официального Киева. Нацисты УПА – официальные герои украинского государства. То, что сделали Дуда и Зеленский, это, знаете, такое некая уступка польскому общественному мнению. Потому что официальный Киев до сих пор не извинился за те преступления, которые были совершены бандеровцами. А я напомню, это не какие-то случайные стычки украинских крестьян и польских поселенцев. В феврале 43-го года состоялась конференция Организации украинских националистов, которая приняла план такой по уничтожению, в том числе и польского населения. Ночью 11 июля украинские нацисты атаковали десятки населенных пунктов. Польское население не просто убивали. Людей пытали и казнили с особой жестокостью. В ход шло все, что попадало под руки. Молотки, виллы, косы, ножи, топоры становились орудием расправы. За сутки душегубы замучили порядка 10 тысяч человек, среди которых в основном были женщины, дети и старики. Кровавое воскресенье на Волыне стало самым трагическим днем для поляков за весь период Второй мировой войны. За время этнических чисток было жестоко убито порядка 100 тысяч поляков и 20 тысяч украинцев, которые пытались помогать своим соседям. Моего прадеда спасала украинка, который потом из-за этого убили украинские националисты. Но я бы не жил, если бы это не украинка, если бы не эта украинка и то, что она сделала. И, конечно, таких людей тоже было много и об этом ничего не знаем. Для украинского государства они сейчас предатели, потому что спасали польских соседов. Простые поляки, для которых события этого времени стали личной семейной трагедией, до сих пор чтят память погибших. Им сложно понять конъюнктурные заигрывания Дуды с режимом Зеленского. Они с непониманием смотрят на происходящее на Украине, когда видят, как прославляют убийц их родственников. Украинские нацисты с диким остервенением убивали, резали, сжигали этнических поляков и своих сограждан, выступавших против геноцидов. А что сегодня? Неужели украинские нацисты другие? Нет. Просто они обрели государственную поддержку и законность своих зверств. Правительству Польши и Украины сегодня очень удобно забыть прошлое, переписать книги, предать веру, возвести бывших убийц в рамк национальных героев. Последователи идей УПА по-прежнему считают поляков своими кровными врагами. Нынешние отношения воспринимаются исключительно как ситуационное партнерство. Фактически Польша накачивает оружием тех, кто в любой момент готов развернуть его в противоположную сторону и откусить кормящую руку.